Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы ответим на самые популярные вопросы про материнство у кошек. Ваша кошка совсем недавно стала мамой или только собирается родить котят? Так или иначе, вам нужно быть готовым к материнству вашей любимицы. Как лучше ухаживать за кормящей красавицей? Как меняются кошки, когда становятся мамами? И что обязательно нужно знать о первых днях жизни котят? Мы подробно изучили информацию о кошачьем материнстве и готовы ответить на самые популярные вопросы на эту тему. Кошки сильно меняются, когда становятся мамами. Большинство мяукающих красавиц посвящают все свое время потомству. Они заботятся о том, чтобы их котята всегда были накормлены, а также находились в безопасности и тепле. Из-за этого кошка даже может отказываться от привычных занятий, например, любимых игр с хозяином. Однако не стоит сильно беспокоиться на этот счет. Когда котята подрастут, кошка снова начнет проявлять интерес к любимым делам. Также важно заметить, что иногда кошки в период материнства становятся более недоверчивыми к людям и животным. Обычно это связано с их желанием максимально обезопасить свое потомство. Как правило, такое недоверие к миру проходит, когда котята подрастают. Кошке маме нужен особый уход. Важно, чтобы мяукающая красавица и ее потомство всегда чувствовали себя в безопасности. Поэтому не стоит без лишнего повода беспокоить любимицу. Также ни в коем случае нельзя насильно отрывать ее от котят. Помните о том, что у кошки и котят всегда должен быть доступ к свежей воде. Кроме этого, необходимо позаботиться о рационе кормящей любимицы. Можно купить специальный корм или составить диету из натуральных продуктов совместно с ветеринарным врачом. Иногда кошки отказываются от котят. Происходит это по самым разным причинам. На такое решение любимицу может подтолкнуть ее неготовность быть мамой. Такое часто случается с молодыми животными. Также отказ может произойти из-за проблем со здоровьем у любимицы. Например, отсутствием у кошки молока или развитием мастита после сложных родов. Иногда отказаться от котят кошку побуждает действия человека. Слишком яркий свет в комнате, шум, попытка хозяина насильно перенести котят или отлучить их от кошки. Все это может напугать животное, побудить любимицу отказаться от потомства. Если ваша кошка отказалась от котят и консультации с зоопсихологом и врачом не помогает вернуть интерес любимицы к потомству, вам нужно взять обязанности кошачьей мамы на себя, а именно позаботиться о питании малышей. Идеальным вариантом будет отдать котят на выкармливание другой, только что родившей кошки. Если это невозможно, приобретите специальную смесь для выкармливания котят в зоомагазине и проконсультируйтесь с ветеринаром о правилах кормления малышей. Отлучать котят от кошки нужно постепенно. Оптимальный возраст для подготовки к расставанию с мамой 4-6 недель. Для начала просто уносите котят по одному в отдельную от мамы кошки комнату на несколько часов. Там для малышей должны быть созданы все условия. Туалетный лоток, миски с кормом и водой, спальное место. Ни в коем случае не отлучайте котят одновременно. Кошке будет некого кормить молоком, и она начнет испытывать болезненные ощущения. Кошка-мама нуждается в повышенном внимании и поддержке со стороны хозяина. Помните об этом, ухаживая за любимицей в этот период. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok